МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда Эйнштейна спросили, каким образом он открыл теорию относительности, тот ответил, усомнившись в аксиоме. Давайте сомневаться и открывать новое вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе чудеса на виражах. Зачем американцы покупают у шведов фальшивые истребители? Как обучают военных летчиков? Допустим, началась война, и все, что нужно нам, чтобы увеличить количество истребителей, это просто оснастить свои тренажеры ракетами. Смотрюсь в тебя, как в зеркало. Какие животные своими повадками напоминают людей? Почему домашние питомцы со временем становятся похожими на своих хозяев? Эти животные способны на многоходовки. Даже отомстить они могут в несколько этапов. Проклятый дом. Какие тайны хранит знаменитая многоэтажка на набережной? Почему десятки богатых и знаменитых не смогли стать счастливыми в его стенах? И что ищут исследователи в его коридорах и подъездах? Этот дом в народе называли улыбкой Сталина или домом предварительного заключения. Шпион, выйди вон! Почему советский разведчик Вальтер Кривицкий предал родину? Правда ли, что перед побегом он пытался спасти своего друга от ликвидации? И как агент отомстил СССР за гибель товарища? В тот день, когда он должен был давать показания против Советского Союза, он был найден мертвым. Кровавый ритуал, жестокая казнь или почетные похороны? Ученые спорят о судьбе 40 мужчин, чьи останки были найдены на берегу реки Уолбрук в Лондоне. Кем они были? Разбойниками или героями? И какой была их смерть? Шея куда делась? Обезглавить-то можно. Шея куда делась? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. ВВС США заказали у шведской компании фальшивые истребители. СААП «Гриппен Агрессор». Фактически копия многоцелевого истребителя, выпущенного шведами еще 20 лет назад. Единственное его отличие – отсутствие вооружения. По словам инженеров, вместо боевых комплектов в машину вмонтированы имитаторы. Специальные установки симулируют стрельбу из пушки и применение ракет класса «Воздух-воздух». Шведы подтвердили, что уже запустили в производство партию так называемых самолетов-подделок. Специально по заказу американцев. Но зачем они им понадобились? «Умный боец» – так называют свой истребитель СААП «Гриппен Агрессор» сами шведы, подчеркивая его принципиально новое техническое оснащение. В частности, самолет оборудован суперсовременной радиолокационной станцией и уникальной системой радиоэлектронной борьбы. Это продвинутое решение для «Гриппена». Мы создали радиоэлектронную систему, которая работает независимо от приборного оборудования. Таким образом, его можно совершенствовать всегда, устанавливать обновления, как в компьютерных технологиях. Пока истребитель существует в единственном экземпляре. Создатели «Агрессора» до сих пор совершенствуют аэродинамические и летные характеристики своей машины, повышают его маневренность. По словам разработчиков, серийное производство истребителей наладят до конца 2019 года, и первыми самолеты получат вооруженные силы США. Но зачем американским военным понадобились фальшивые истребители? Для тренировок, полагаю, потому что для развивочных упражнений можно использовать, скажем так, муляжи какие-то. И вот с этой целью я думаю, что просто там это стоит дешевле, чем то, что проведено в США, и поэтому и закупаются. Фальшивый истребитель-агрессор безоружен. Но, по словам экспертов, превратить этот тренажёр в реального бойца достаточно просто. В его конструкции изначально предусмотрены 10 точек подвески для различного вооружения. Хотя в комплекте оружие не идёт, его там легко можно разместить. И там предусмотрены не только точки, где именно оно может располагаться. При создании даже учитывался его потенциальный вес. То есть, если мы разместим боеприпасы, то скорость самолёта всё ещё будет отвечать боевым стандартам. Действительно, по словам создателей, если самолёт будет оснащён боевыми ракетами, он сможет, несмотря на дополнительный вес, развивать скорость до 2000 км в час. Это хороший показатель для истребителя. Например, максимальная скорость МиГ-29 — 2400 км в час. Наши военные покупают истребители без оружия, потому что каждая из этих машин в случае необходимости может стать боевой единицей. То есть, допустим, началась война, и всё, что нужно нам, чтобы увеличить количество истребителей, это просто оснастить свои тренажёры ракетами. По мнению аналитиков, закупка военными США шведских агрессоров преследует сразу две цели. Во-первых, американские лётчики учатся вести бой с машинами разного класса, что повышает их квалификацию и опыт. А во-вторых, каждый такой летающий тренажёр в случае необходимости может быть легко переведён в состав боевых частей американских ВВС. В США на 40-м году жизни скончался орангутан, выучивший язык жестов. Он был одним из первых приматов, кто мог объясняться с человеком. Чанток жил под присмотром антропологов в Теннесси около 9 лет. За это время обезьяна научилась убирать свою комнату, пользоваться инструментами и выучила дорогу от дома до любимого ресторана. Считается, что именно приматы своим поведением больше других животных напоминают человека. Но так ли это на самом деле? Кто ещё из братьев наших меньших может похвастаться схожими с нами чертами? Пользователи соцсетей составили рейтинг животных, чьи повадки на их взгляд особенно похожи на человеческие. Необычный чарт возглавили еноты. Любовь этих зверьков к чистоте покорила зрителей. Но почему из всех привычек они переняли именно мытьё посуды и стирку? Как считают учёные, стремление енотов к воде – их природный инстинкт, и люди здесь ни при чём. Когда они там разные вещи стирают или ещё что-то, это вообще в их природе, да, макать разные предметы в воду, то есть там ей думать и так далее. Ну, это у них инстинктивно происходит. И они начинают всякие штуки придумывать. Есть еноты, которые могут пускать воздушные пузыри, предположим, там, или ещё что-то. То есть путём проб и ошибок немножко они подсматривают за человеком, и они вот такие вот интересные вещи обучаются делать, причём сами. Исследователи считают приматов одним из самых близких к нам видов. Их уровень развития равен интеллекту четырёхлетнего ребёнка, а набор генов максимально приближен к человеческому. Например, вот этот малыш-капуцин может пользоваться автоматом с газировкой. За свои способности он получил почётное второе место в списке. Но если обезьяны способны обучаться и перенимать наши навыки, то почему они не эволюционируют? Чем теснее животное контактирует с людьми, тем больше оно перенимает у них навыков. Но это пока не эволюция и не признак изменения мозга. Эти навыки закрепляются лишь на одном поколении, не передаются по наследству. На третьем месте чарта расположились вороны. Этих пернатых можно назвать гениями среди птиц. Их интеллект, по мнению учёных, немногим уступает приматам. Они способны запоминать и различать не только объём и вес предмета, но и материал, из которого он изготовлен. Например, по наблюдениям орнитологов, чтобы поднять уровень воды в ёмкости, ворона бросит в него камень, но не дерево. Однако главным признаком высокого IQ этих птиц называют умение организовывать собственный досуг. Смотри, вот с горки катается. Вороны являются одними из самых сообразительных птиц. Они обладают редкой способностью замечать главное в любой ситуации, делать из неё далеко идущие выводы. Они считаются изобретателями, могут определить проблему и решить её эффективно и быстро, в отличие от большинства других птиц, которые выполняют всё методом проб и ошибок. Лучшие друзья человека-собаки заняли лишь четвёртое место. У них отличная память и нюх. Учёные Гарвардского университета доказали, что эти животные способны пародировать мимику и жесты человека. Возможно, именно это стало причиной появления в сети миллионов роликов с так называемыми «собаками-улыбаками». Но их главная особенность — умение адаптироваться к окружению. Например, они легко обучаются переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, пользоваться лифтом и даже общественным транспортом. Мысли, что они мыслят, но я к этому отношусь скептически, это не очень доказано. Наоборот, у них есть свой путь, скажем так, мышления, но он радикально отличается от нашего. Мышление есть, но оно другое. Замыкают рейтинг коты. Пользователи отдали им последнее место в списке. Оказалось, среди талантов этих животных лишь милая внешность и умение воровать еду. На самом деле, по мнению специалистов, кошки не уступают собакам в уровне развития. Просто их поведение менее социально, и поэтому человеку они кажутся значительно глупее. Кошки очень упрямы. Они почти не поддаются дрессуре и делают только то, что хотят. При этом нужно понимать, эти животные способны на многоходовки. Даже отомстить они могут в несколько этапов. Мне кажется, ученые до сих пор этих животных не знают. Мы привыкли считать, что интеллект животных во многом уступает нашему. У них нет так называемой второй сигнальной системы, речи. И именно это, по мнению ученых, ставит их ниже человека. Но что, если она им не требуется? В отличие от нас, животные обходятся неуловимыми сигналами связи на уровне подсознания. Разве не так представляют футурологи общение людей будущего? Далее в программе. По секрету всему Госдепу. Зачем спецслужбам США контроль над нашей личной перепиской? Что хотят найти секретные агенты в наших чатах и сообщениях? И чем опасны личные фотографии и посты в социальных сетях? 60% платных программ и 90% бесплатных программ имеют в себе код, чтобы следить за деятельностью пользователей. Проклятый дом! Какие тайны хранит знаменитая многоэтажка на набережной? Почему десятки богатых и знаменитых не смогли стать счастливыми в его стенах? И что ищут исследователи в его коридорах и подъездах? Этот дом в народе называли улыбкой Сталина или домом предварительного заключения. Горе от ума! Правда ли, что мужчины не терпят интеллектуалок? Почему они предпочитают умницам глупышек? Что делать барышне Сайкью Эйнштейна, чтобы не распугать кавалеров? На первом этапе знакомства он из прочих равных женщин выберет ту, над которой легче доминировать. Кровавый ритуал, жестокая казнь или почетные похороны? Ученые спорят о судьбе 40 мужчин, чьи останки были найдены на берегу реки Уолбрук в Лондоне. Кем они были? Разбойниками или героями? И какой была их смерть? Шея куда делась? Обезглавить-то можно. Шея куда делась? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Квартплата в 240 тысяч рублей и налог словно на замок. Так жильцы знаменитого дома на набережной говорят о тарифах ЖКХ. Историческое здание на улице Серафимовича, у этого дома два официальных адреса, даже внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Но за какие заслуги? Чем так знаменита эта постройка? И какие легенды об этом доме рассказывают старожилы? Почему исследователи паранормальных явлений так стремятся провести ночь в его стенах? Те, кто мечтает поселиться на одной из центральных набережных Москвы, должны быть готовы выложить круглую сумму. Даже однокомнатная квартира здесь будет стоить не менее 20-30 миллионов рублей. Однако можно встретить и довольно бюджетные предложения. Причем их нередко публикуют жильцы знаменитого дома на набережной. Но почему? Неужели эта недвижимость не пользуется спросом? Этот дом в народе называли «Улыбкой Сталина» или «Домом предварительного заключения». Поскольку у 70% жильцов этого дома жизнь сложилась трагически. Изначально дом на набережной считался домом образцовой коммунистической культуры. Его начали строить в 1929 году и планировали заселить членами ЦК. Но в процессе решение поменялось. В Доме мечты было решено по большей части поселить почетных граждан. В разное время его жильцами были кинорежиссер Александров с женой Любовью Орловой, поэт Демьян Бедный, балерина Уланова, маршалы Жуков и Тухачевский, председатель Госплана Куйбышев, хореограф Игорь Моисеев, ударник угольной промышленности Стаханов. Здесь были предусмотрены спортивный зал, универмаг, прачечная, амбулатория, сберкасса, отделение связи, детский сад и ясли на крыше здания. В столовой жители дома по спецсталонам получали готовые обеды. Потолки в квартирах были покрыты художественной росписью, на полу дубовый паркет. Внутренняя обстановка продумана до мелочей. При въезде жильцы расписывались в получении мебели и посуды. Но счастливые новоселы даже не представляли, какое будущее их ждет. Считается, что здесь под видом комендантов, консьержей и лифтеров работали чекисты. Якобы у них имелись ключи от всех квартир. Когда за кем-то приезжали, то просто бесшумно появлялись в комнатах. А подъезд номер 11, он никак не обозначен на здании, не жилой. В нем нет ни квартир, ни лифтов. По легенде, отсюда велась прослушка всего дома. В 1933 году случился сильный пожар. Там, где театр эстрады, загорелись эти корпуса. Вот. И решили объединить 12-й и 11-й подъезд. И вот сейчас после 10-го сразу идет 12-й. То ли забыли номерок поменять, не знаю. Загадка. Вот это вот действительно загадка. Эзотерики причисляют этот дом к так называемым плохим местам столицы. Они утверждают, атмосфера страха и предательства пропитала стены здания. По воспоминаниям его жильцов, у них в детстве даже была своя считалочка. Каменный ящик, правительство, дом. В каменном ящике все мы живем. Так они видели свою жизнь в одном из лучших домов Советского Союза. Арестовывали целые семьи. И тогда, в это время, другие семьи брали на воспитание детей из этих репрессированных семей. То есть, и тогда все-таки было место для человеческой доброты. Детей брали и воспитывали, несмотря на то, что боялись, но детей не бросали. Это очень важно. 3 июня 1943 года в одном из подъездов 15-летний Владимир Шахурин застрелил свою одноклассницу, дочь дипломата Константина Уманского, Нину, в которую был влюблен. А после попытался застрелиться сам. Девушка погибла на месте. Молодого человека оперировал великий Бакулев, живший в этом же доме. Но и он спасти юношу не смог. Об этом событии знал только узкий круг. Даже сейчас, спустя годы, многие материалы дела хранятся под грифом секретно. А трагедия еще заключалась в том, что дипломат в этот же буквально день должен был улетать. А тогда было очень строго. И поэтому они буквально за полдня ее похоронили на Новодевичьем кладбище и улетели. Вот это вся такая трагическая история. Позднее следствие установило, Шахурин стрелял из пистолета Вано, сына Анастаса Микояна. Вано и его младший брат были арестованы. На допросе они признались в создании антисоветской организации. После этого восемь подростков из дома, включая самих братьев и Петю Бакулева, были высланы в Сибирь и Среднюю Азию. Приговор подписал их сосед, нарком государственной безопасности Меркулов. По словам экспертов, эта земля еще до появления там зловещего дома была пропитана энергией людских страданий. Историки предполагают, на участке, где сейчас расположено здание, находилось личное подворье Малюты Скуратова, любимого опричника Ивана Грозного, живодера и душегуба. Американские ученые пришли к выводу, что мужчины сильно комплексуют, когда рядом с ними находится умная спутница. В рамках исследований психологи изучили реакции 650 человек. Оказалось, что на словах встречи с интеллектуалкой хотели почти все джентльмены. Но на самом свидании к умницам их тянуло значительно меньше, чем к глупышкам. Получается, что мужчины врут и ум их совсем не привлекает. Что же делать дамам с высоким IQ? На какие хитрости они идут, чтобы не отпугнуть кавалера? Знакомьтесь, Мэрилин Воссаван, обладательница самого высокого IQ в 228 единиц. Она вышла замуж и уже 20 лет счастлива в браке. Как заявляет сама мисс интеллектуальность, свой ум она никогда не считала помехой для личного счастья. На ее взгляд, главное, не пытаться отобрать у мужчины бразды правления в семье. Мужчина выбирает женщин по принципу доминирования. Скорее всего, на первом этапе знакомства он из прочих равных женщин выберет ту, над которой легче доминировать и преобладать эмоционально и физически. Быть для нее повелителем, господином и опорой. Шэрон Стоун красотка с IQ выше среднего. И как считают исследователи, именно ее ум мешает актрисе построить прочные отношения в браке. Несмотря на большое количество ухажеров, личная жизнь звезды раз за разом терпит фиаско. Оба брака Стоун закончились разводом. Эксперты уверены, умница просто задавила возлюбленных своим интеллектом. Если мужчина ее наделяет определенными качествами и понимает все это за доли секунды, что с ним что-то не так по сравнению с ней, он становится понурым, грустным. Его эмоциональный запал снижается и он подавляет свою энергию. Скорее всего, за этим стоит страх несоответствия. Этот страх, как говорят специалисты, заложен в генах. В древние времена, чтобы не умереть, партнерам приходилось четко следовать ролям, отведенным им природой. Сегодня мы уже не прячемся в пещере от саблезубого тигра и не питаемся дарами природы, добытыми на охоте. Но вот первичные, подсознательные инстинкты не так-то легко изменить. Мужчины, они не хотят напрягаться. Они не хотят достигать еще более высокого уровня. Они хотят прийти домой и расслабиться. Или, например, прийти к любимой женщине и получить удовольствие от ее щебетания, от того, что не надо думать. Прикинуться дурочкой оказалось тоже не выход. Например, американскую певицу Джессику Симпсон любимый муж бросил как раз за недостаточную сообразительность. После развода в своих интервью музыкант Ник Лаше в открытую заявлял, что просто не смог смириться с глупостью блондинки. Например, на одном из телешоу Джесс даже не смогла отличить обычную курицу от рыбы. Я знаю, это тунец, но ведь это морская курица, да? Так как же умной женщине завоевать сердце мужчины? Психологи говорят, здесь главное соблюдать баланс. В пример они приводят Натали Портман. Актриса свободно владеет шестью языками, написала несколько научных работ, но при этом счастлива в браке с танцором балета. Специалисты уверены, секрет звезды в том, что она во всем знает меру. нужно перестать блистать своим умом. Знаете, как поблескивать. То есть не надо переходить в крайности. Вот мне всегда говорят, надо прикинуться дурой, не надо прикидываться дурой. Не надо, не надо менять себя. Надо просто уметь иногда промолчать. Социологи провели исследование и пришли к выводу, что в отличие от поколения нулевых, современные молодые люди просто красоткам стали предпочитать девушек с образованием и карьерными устремлениями. Далее в программе. По секрету всему Госдепу зачем спецслужбам США контроль над нашей личной перепиской? Что хотят найти секретные агенты в наших чатах и сообщениях? И чем опасны личные фотографии и посты в социальных сетях? 60% платных программ и 90% бесплатных программ имеют в себе код, чтобы следить за деятельностью пользователей. Шпион, выйди вон! Почему советский разведчик Вальтер Кривицкий предал родину? Правда ли, что перед побегом он пытался спасти своего друга от ликвидации? И как агент отомстил СССР за гибель товарища? В тот день, когда он должен был давать показания против Советского Союза, он был найден мертвым. Кровавый ритуал, жестокая казнь или почетные похороны? В Америке китайский турист снял на видео пришельца. Как уверяет очевидец, инопланетянин прогуливался по крыше Белого дома в Вашингтоне. Зеленое существо обладает непропорционально крупной головой и нестандартной формой ушей. Предположительно, его отличает довольно высокий рост и наличие хвоста. Видеозапись выложила на своем портале одна из уфологических организаций. Однако эксперты и пользователи сети признали ролик подделкой. В Канаде житель острова Принца Эдуарда снял на видео необычное природное явление. В начале октября на закате в небе появилось черное солнце. По рассказам автора видеоролика он решил снять красивый пейзаж, когда обратил внимание на необычный цвет звезды. Уфологи высказали предположение, что любителю природы удалось увидеть приближение знаменитой планеты Нибиру. О ее появлении в этом году сообщали многие исследователи. Мировые космические агентства эту версию никак не прокомментировали. Террористы в Сирии сняли на видео российский беспилотник «Орион». Дрон совершал разведывательный полет над Аль-Латаминой в сирийской провинции Хама. Разведывательно-ударный беспилотник длительной продолжительности полета «Орион» гордость отечественных инженеров. Он может находиться в непрерывном полете больше суток и подниматься на высоту до 8 километров. Его максимальная грузоподъемность 300 килограммов. В состав комплекса «Орион» входит от 4 до 6 беспилотников и наземная станция. По словам военных экспертов, эта уникальная отечественная модель не имеет прототипов и аналогов. Сейчас наши конструкторы разрабатывают тяжелую ударную версию дрона. В этом году исполнилось ровно 80 лет с момента, когда Вальтер Кривицкий, любимец Дзержинского, который долгие годы служил в советской разведке, предал родину и попросил политического убежища во Франции. До своего побега он был агентом, искал врагов коммунизма и готов был ликвидировать любого по приказу Кремля. Но когда речь зашла о его друге и коллеге Игнатии Рейсе, он не смог нанести смертельный удар и предупредил его об опасности. Рейс был убит позже, в Швейцарии. Некоторые исследователи считают, что именно это стало причиной побега Вальтера. После отказа выполнить приказ, он попросту попал в расстрельный список и понимал, что на родине его ждет смерть. Но верна ли эта гипотеза? Что на самом деле заставило шпиона сбежать за бугор? И как он отомстил за смерть друга? 10 февраля 1941 года. Вашингтон. В номере отеля Бельвью обнаружили бездыханное тело мужчины. Рядом с ним пистолет и три предсмертные записки. Вот только ни пули, которая убила этого мужчину, ни отпечатков его пальцев на оружии, эксперты почему-то не нашли. Полиция заявила, покойный Вальтер Кривицкий бывший глава советской разведки в Западной Европе. Но как он оказался в США и почему решил свести счеты с жизнью? Сам Вальтер Кривицкий на настоящее время сам Милл Гинзбург. Родом из Тернопольской области. В 19-м году, когда он закончил университет, он вступил в польскую коммунистическую партию. Это позволило ему связаться с, скажем так, некоторыми структурами в Советской России и в скором времени он был привлечен к работе советской разведки. Историки уверяют, на работу в Советской разведке молодой Кривицкий был завербован самим Дзержинским. Карьера агента началась довольно успешно. Он организовывал диверсии и забастовки на территории Панской Польши. Затем его перевели в Германию для подготовки вооруженного переворота. Когда Гитлер пришел к власти в Германию, перед Кривицким были поставлены новые задачи. Он удалось получить чертежи одной из новейших подводных лодок итальянских и коды японской дипломатической переписки. Его работа, она позволила создать основу разведывательной сети в Германии, которая в последующем очень активно себя проявила уже в годы Великой Отечественной войны. Кривицкий жил в Европе под прикрытием скупщика антиквариата. Он много путешествовал, встречался с резидентами, руководил операциями и добывал ценные сведения. Таким образом, Советы узнавали практически обо всех тайных переговорах Германии с правительствами других стран. Считается, что Кривицкий одним из первых узнал о заключении тайного союза между СССР и лидерами Третьего Рейха. Многие действия, которые совершались Сталином на взгляд резидента, выходили за рамки дозволенного, что и послужило достаточно серьезным конфликтом между им и тем руководством. По мнению исследователей, когда весной 1937 года Кривицкого вызвали в Москву, ему сообщили о новой мере наказания для разведчиков-предателей. Отныне руководство СССР будет применять смертную казнь без суда и следствия. Летом того же года Кривицкий узнал, одним из первых, кого ждет наказание, станет его друг Игнати Рейс. Руководство считало, он распространяет негативное мнение о советской власти на Западе. Кривицкий предупредил друга об опасности, за что сам тут же попал в немилость. Рейсу удается бежать, но поскольку за ним охотились опытные оперативники, буквально уже осенью его находят в Швейцарии и убивают. Убивают и, соответственно, после этого Кривицкому поступают практически сразу отзыв в Москву. По мнению историков, Кривицкий понимал, что его ждет в Москве, поэтому сам обратился к властям Франции с просьбой предоставить политическое убежище. Жандармы охраняли Вальтера, его жену и ребенка вплоть до отъезда в Вашингтон. Правда, за это советскому шпиону пришлось дорого заплатить. В тот день, когда он должен был давать показания против Советского Союза, где он должен был разоблачить всю резентуру Советского Союза, должен дать признательные показания и против Сталина, и против людей, которые были уже в тот момент внедрены в управление Соединенными Штатами Европы, он был найден мертвым в гостинице, в которой проживал. Незадолго до смерти Кривицкий получил анонимную открытку. Это было своего рода черной меткой и знаком, что его нашли. Накануне смерти Вальтер написал жене «Я очень хочу жить, но жить мне больше не позволено». Но что Кривицкий имел в виду? Он устал бежать и покончил с собой? Или самоубийство было всего лишь инсценировкой? Он нажил в себе сразу трех мощнейших противников. Во-первых, это советская разведка. Второе, это немецкая разведка. Потому что опять же, он являлся одним противником и имел определенные сведения о Германии. Ну и третье, конечно, это те соратники и друзья соратников, которых он предал в ходе признания своих западным коллегам. По факту смерти Кривицкого в 1941 году власти США провели расследование. Официальные версии признали самоубийство. Психологи заключили, Вальтер был разочарован в так называемой свободной жизни, а груз предательства по отношению к родине и людям, агентам, которых он рассекретил, расшатал его психику окончательно. Крупнейшие американские провайдеры и телекоммуникационные компании завершили прокладку самого мощного подводного оптоволоконного интернет-кабеля через Атлантику. Канал соединил Вирджинию Бич на восточном побережье США с испанским Бильбао. Он способен пропускать до 160 терабит данных в секунду, что эквивалентно одновременной трансляции 71 миллиона видеороликов в HD-качестве. Кабель введут в эксплуатацию в начале 2018 года. Конспирологи считают, что главной целью этого проекта станет тотальный контроль над человечеством. Подобные разработки уже появлялись в США. Например, в 1971 году АНБ предложила технологию глобальной электронной системы «Эшелон», которая должна была перехватывать и обрабатывать электронную информацию на территории всей планеты. Но для чего спецслужбам понадобилось следить за общением обычных людей? Какие секреты они хотят узнать из наших чатов и СМСов? И как определить, что ваши сообщения уже не только ваши? В этом году в США был арестован 31-летний научный сотрудник Массачусетского технологического института Ян Фэй. Его обвинили в присвоении 120 тысяч долларов. Деньги он получил от продажи акций корпораций гигантов. Молодой человек использовал инсайдерскую информацию о слияниях компаний, чтобы проводить выгодные сделки. Главным аргументом обвинения стали результаты его запросов в поисковых системах. Следственные органы провели примеры его запросов. В поисковой строке он спрашивал в частности, как ФБР вычисляет необычные торговые операции и инсайдерская торговля с использованием банковского счета. Такие запросы, по мнению обвинителей, наглядно доказывали его преступные умыселы. И это далеко не единственный случай, когда поисковые запросы могут быть использованы соответствующими правоохранительными органами. Как утверждают конспирологи, все существующие сегодня поисковые системы это результат работы проекта «Эшелон», разработанного еще 50 лет назад для тотального контроля над человечеством. Первоначально для перехвата и обработки информации на околоземную орбиту были выведены десятки спутников шпионов, сканирующих радиоэфир. В наши дни специалисты АНБ сосредоточили все внимание на интернете и облачных хранилищах информации. Вся инфраструктура интернета находилась в их руках изначально, весь софт изначально тоже находился в их руках. Это давало очень большие возможности для управления и манипуляции. Американцы этим воспользовались. Потом подтянулись китайцы, которые поняли, что все железо все-таки создается у них и это тоже дает большие возможности и подключились к этой гонке. С 2007 года одна из самых популярных поисковых систем в мире собирает все личные данные пользователей. Разоблачение Эдварда Сноудена доказали, американские спецслужбы постоянно используют эту информацию под предлогом борьбы с преступностью и терроризмом. Правда, как утверждают исследователи, пока спецслужбы не в состоянии следить за каждым человеком планеты. Но если вы заинтересуете агентов, вся ваша личная переписка без проблем окажется в их руках. Любой поисковый запрос, статус в соцсети может быть использован против того, кто его задает. Например, спросили, где купить обезболивающие без рецепта, сразу возникает вопрос, не задал ли этот вопрос наркоман. скачал песню фильм, наверное, с целью распространения пиратских записей. Зашел на сайт эротического белья, но не исключено, что интересуется маньяк. Но допуск к этим данным есть не только у спецслужб. Такая система контроля требует огромных финансовых вложений, поэтому к проекту «Эшелон» были привлечены и торговые корпорации. За деньги они покупают информацию. Обратите внимание, если вы однажды введете в строке поиска слово «Попылесос», предложения о покупке бытовой техники будут преследовать вас не одну неделю. Нам толкают именно те товары, которые надо продавать. И получается ситуация, что человек к этому привыкает. Постепенно он, во-первых, теряет возможность выбирать, ну, то есть привычку выбирать, думать своей головой. Во-вторых, он уже не ищет то, что надо прочитать. Удаленно подключившись к компьютеру, можно получить полный контроль над жизнью человека. И воспользоваться этим могут не только спецслужбы, но и шутники в конце 90-х развлекались тем, что запускали удаленный вирус, который каждую минуту открывал дисковод на компьютере. Человеку было жутковато, у него раз на компьютере что-то задвигалось. Вот, потом выяснилось, что антивирусы это довольно легко ловят, и большой кайф сделать что-то так, чтобы антивирусы это не видели, то есть сделать невидимку. Вот, и логично пришел следующий шаг использовать для этого так называемую уязвимость нулевого дня. То есть находить такую дырку, о которой другие вообще не знали. В апреле 2016 года еще один умелец превратил наблюдение за людьми через веб-камеру в настоящее шоу. С помощью запущенного вируса он включал музыку и открывал порно-ролики на чужих компьютерах, а видео с камеры транслировал по сети, чтобы показать своим зрителям реакцию жертв хакерской атаки. Каким образом хакер получил доступ к чужим машинам, так и осталось невыясненным. Но, как предполагают эксперты, червь мог попасть в систему через программу бесплатного скачивания фильмов из интернета. Она была установлена на всех взломанных компьютерах. Большинство людей не понимают, насколько гадким стало программное обеспечение. Исследование нескольких тысяч самых популярных приложений показало, что 60% платных программ и 90% бесплатных программ имеют в себе код, чтобы следить за деятельностью пользователей и отсылать данные в какую-нибудь компанию. Как считают специалисты, во многом пользователи сами виноваты в своих несчастьях. Чаще всего люди необдуманно подтверждают соглашения во время регистрации на сайтах. По статистике большинство их даже не читает. Эксперты называют это синдромом танцующей свиньи. То есть, если вам придет предложение установить программу с забавными сфинками, вы, скорее всего, без раздумий кликните мышкой, что может закончиться потерей всех имеющихся данных. Психологи внесли деятелей науки в список людей, наиболее склонных к суициду. По мнению исследователей, человек, глубоко погруженный в свои труды, чаще всего страдает от одиночества и непонимания окружающих. Кроме того, высокий уровень IQ, по словам специалистов, мешает его обладателю переживать неудачи. Но действительно ли гениальность может привести к самоубийству? И есть ли этому подтверждение? 6 мая 1908 года в одиночной палате одной из психиатрических больниц Харькова прогремел выстрел. Встревоженные врачи и санитары взломали запертую изнутри дверь и ворвались в помещение. На кровати лежал человек с кровавым пятном на рубашке. Это был известный физик Николай Пильчиков. Профессор Пильчиков без сомнения стоит наряду с такими выдающимися учеными, как Менделеев, как Королев, как Циолковский. Я бы даже поставил его вровень с Эйнштейном. В то время он жил, работал, был огромный интерес к его трудам. За несколько лет до трагического события профессор Пильчиков прочел публичную лекцию, на которой продемонстрировал свои поразительные опыты. В том числе и возможность заставить мину взрываться на расстоянии, абсолютно не прикасаясь к ней. Это электромагнитное оружие. Соответственно, все эти разработки имели непосредственное отношение к военному ведомству. Разработали так называемое волновое пучковое воздействие, когда можно было пучком электромагнитных импульсов взрывать мину, бомбу на расстоянии, не приводя непосредственно здесь и соприкосновения с ней. Выкупить изобретение Пильчикова мечтали многие иностранные фирмы, но профессор отклонил их предложение и решил отдать все в распоряжение морского министерства. Ответ от военных ученый получил лишь спустя три года, а вместе с ним пять тысяч рублей на развитие проекта. Военное ведомство было не готово платить за патенты ни от того, что у него не было денег, а это было секретно. Запатентовать значило рассекретить и значило всему миру сказать, что вот смотрите, мы взрываем мины на расстоянии. Ну какое-то военное ведомство на это пойдет. По одной из версий, именно это известие и пошатнуло психическое здоровье профессора. Он занимался проектом всю жизнь, опередил многих конкурентов, а в итоге ему дали понять, что его изобретение фактически не нужно. Параллельно Пильчиков узнал, радиоуправлением активно начал заниматься известный ученый Никола Тесла. Причем ему на опыт и был выделен почти миллион долларов. Это, видимо, стало последней каплей, которая вывела профессора из равновесия. Самое поразительное, такой участи не избежал и сам Тесла. Все, что связано с изобретениями Николы Тесла, до сих пор окутано тайной. И даже его смерть, несмотря на то, что умер он в достаточно преклонном возрасте, 86 лет вызывает много вопросов. Некоторые его биографы уверены, если бы изобретатель прожил хотя бы на несколько дней больше, то человечество окружал бы сейчас принципиально иной мир. Ученый-идеалист, который фактически создал весь современную цивилизацию, вступил в противоречие с интересом олигархической верхушки, которая, в общем-то, считает себя на планете главными. И они его, по сути дела, по-видимому, уничтожили. Незадолго до смерти Никола Тесла заявил, что, используя совершенно новый физический принцип, он способен с помощью своих генераторов передать любое количество энергии в любую точку земного шара. В январе 1943 года у изобретателя была назначена встреча с президентом США Франклином Рузвельтом для обсуждения двигателя, работающего на принципе свободной энергии. Это был бы колоссальный прорыв. Но, естественно, такое изобретение было не нужно мировой элите, в первую очередь, Рокфеллером, которые владели, 90% заправок в Соединенных Штатах. В последние годы жизни Теслу преследовали неудачи. От него отвернулись инвесторы. Он много болел. У него обострились фобии, которые преследовали его с молодости. Более того, биографы и изобретатели утверждают, встреча с американским президентом не состоялась не случайно. Рузвельт в последний момент передумал, дав понять, что не заинтересован в новых проектах ученого. Возможно, именно это и привело Теслу к мысли о самоубийстве. Хуже всего, что подобные смерти продолжаются и сейчас. Из жизни уходят десятки талантливых ученых, которые вдруг оказываются никому не нужны. Одна из последних потерь, профессор Джеймс Макдональд, много лет возглавлявший Институт физики атмосферы Земли, изучавший загадочные космические объекты. Во время прогулки совсем неожиданно он пустил пулю себе в лоб. Психологи считают, что невнимание со стороны общества и властей главная причина самоубийств одаренных людей. Когда их альтруизм становится не нужен, они переживают это значительно острее обывателей. Британские археологи пересмотрели версию происхождения сорока черепов, найденных при строительстве железной дороги в 2015 году. Сегодня они уверены, что сосуд с останками, который был обнаружен на берегу речки Уолбург в Лондоне, не был вымыт водой с древнего кладбища. Его специально зарыли в этом месте. Теперь ученые спорят о том, кто и зачем устроил это захоронение. Одни считают, что эти люди стали жертвами какого-то страшного ритуала. Другие напротив уверены, что так могли хранить бравых воинов, павших на поле боя. Есть и третья версия. Убитые могли быть преступниками и были погребены таким образом в наказание. Так кто же прав? Кем были эти люди? Кто их убил? И почему их похоронили в горшке? Древнеримский Джек-Потрошитель. Такое прозвище английские журналисты дали хозяину этого жуткого клада. Цветочного горшка с человеческими костями. Некоторые исследователи считают, это тайник маньяка. И данная находка уже не первая. Несколько лет назад в центре Лондона обнаружили 39 мужских черепов со следами клыков. Их называют римские черепа, потому что они римского периода. Их нельзя идентифицировать. Римские это, или, извините, англичаны. Единственное, что можно сказать после экспертизы в голову, то, что они были отсечены и гладали собаки. Ученые выяснили, большинство черепов принадлежали молодым мужчинам в возрасте от 25 до 35 лет. Первое, что предположили историки, возможно, эти головы римские войны использовали для устрашения врагов. Римские войска, их выставляли на кол, делали черепа для того, чтобы показать, насколько это сила, мощь армии, римской армии, как устрашение для народа, как устрашение для мятежников. Но эту гипотезу опровергли антропологи. Если бы мужчин казнили и даже насадили их головы на кол, то, по словам специалистов, осталась бы шея и фрагменты позвоночника. Однако обнаружены были только черепа, а значит, кто-то обезглавил этих людей с хирургической точностью. Шея куда делась? Обезглавить-то можно, шея куда делась? Шея никуда не денется, то есть, соответственно, если это обезглавили и складывали, то, соответственно, череп же он не пострадал, соответственно, и даже бы отворилась шея, она все равно бы лежала рядом. Там этого не было обнаружено. Специалисты утверждают, жертв этого таинственного убийцы было гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. За последние несколько лет в разных частях Лондона обнаружили более трехсот черепов без других костей скелета. Куда исчезли тела? Ответ на этот вопрос до сих пор пытаются найти археологи. По одной из версий головы могли использоваться в магических ритуалах. Считалось, что человек, который входит в такое хранилище черепов, он прикасается к каким-то древним знаниям, он получает какую-то истину и даже может предсказывать будущее. Это не просто дань какой-то моде, украшения, а считалось, что череп он подсказывает как правильно вести направление в научных каких-то опытов. Но кем были жертвы кровожадного мага? По мнению экспертов, для своих ритуалов маньяк скорее всего выбирал рабов, потому что исчезновение обычных жителей города могло привлечь излишнее внимание, в то время как пропажа невольников в те времена никого не удивляла. В те годы жизнь раба ничего не стоила. И если бы пропал человек, то о нем вряд ли бы кто-нибудь стал спрашивать или интересоваться. Ну, а 300 человек это уже очень внушительное число. И рано или поздно власти бы забили тревогу и вышли бы на след серийного преступника. нам понятно, что с таким количеством стали бы находить обезглавленные тела то в той части города, то в другой. Историки предположили, местные власти в Лондиниуме, так называли Лондон в эпоху Древнего Рима, могли начать собственное расследование и даже напасть на след преступника. Недавно в Лондоне прошла выставка «Сила и кровь». Основными экспонатами стали как раз те самые черепа, найденные в разных частях города. По словам ученых, даже в наши дни публичная демонстрация человеческих останков все еще привлекает зрителей. Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Джордана Бруно утверждал, что стремление к истине это единственное занятие достойное героя. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok